Муж начал пить, я от него родила ребёнка. Когда он начал меня бить, я родила второго ребёнка. Возьмёшь меня к тебе? Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я? Вы же упавшись всегда. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Любовь, Елена и Марина, а жених у нас Марат. Здравствуйте. Выходите. Марат, 48 лет. После развода с женой обратился к свахе, но все предложенные ей кандидатуры тут же отверг. Попытка найти своё счастье на сайте знакомств тоже не уменьшалась успехом. Марат, старший лейтенант ракетных войск и артиллерии, работает директором агентства по туризму и экскурсиям в Перми. Признаётся, что у него есть 50 причин для гордости, предупреждает, что чистит зубы яблоком. Марату не подойдёт девушка, которая не имеет представления о спорте, садоводстве и воспитании детей. Его жена должна быть по-детски озорна, заботлива, как медсестра и успешна, как он сам. Ну что, Роза, подарок-то добавишь? С удовольствием подарю вам от души подарки, которые сам приготовил и аккуратно оформил с умышлым. С удовольствием, спасибо большое. Роза, вам специальный подарок. Ага. Это малахитовый, наш традиционный медведь. Вам подарок, это настоящий уральский камень малахит. Спасибо большое. Вам, Тамара, уникальный змеевик. Спасибо. Красиво, правда? Очень красиво, да. Вообще молодец. С подарками совсем не пришло. Марат, я боюсь, что у нас не хватит программы, чтобы перечислить все 50 причин для гордости. Ну, чтобы вот невесты узнали получше, и мы тоже же от зависти здесь сидим, мучаемся. Несколько хотя бы. Меня зовут Марат, я чистокровный казанский татарин. Уже первая причина для гордости. Казанский. Смотри, он такой скромняшка, милашка такой. Начинал свой успех с того, что стал участвовать во всех мероприятиях, олимпиадах, активно участвовал в спорте, занимался акробатикой, легкой атлетикой, пулевой стрельбой. Железный такой. Заметно, что он в спорте. В форме, да. С удовольствием ездить, катаясь. Донор почетный. Слушай, это поди ты так сколько крошки отдал, что ж худой ты такой, а? Это же для мамы. Нет, он просто окончил курсы диетологов, поэтому сегодня он уже сам может посоветовать, как сбросить лишние килограммы. У него есть прекрасные клиенты. Вот это повод для гордости, правильно. Умеете шить на швейной машинке, да? Да, конечно, с удовольствием. Знаете три языка, какие? Русский, татарский? Свободно владею русским языком. Бегай ватт татарщайсу ляшан. Як шасилин. Спикинг бай инглиш. Молодец. И можете глядя на человека и определить, на каком этаже он живет. На каком я этаже живу? У меня бывали случаи, когда интуитивно я знал... Нет, сейчас конкретно. Да, вот я на каком этаже? Глядя на вас, Роза, могу сказать, что вы живете на шестом этаже. Ну, почти догадался. А я? Лариса живет на двенадцатом этаже. В подвале она живет. Розка права. Паразитка завистливая. На третьем я живу. А жила на одиннадцатом. И ты у себя след остался. Остапать жены. Видно, очень сильно волнуется. Ну, все волнуются, ну ты же понимаешь. Приятные волнутики. Свои способности передал племяннице, которую сам воспитал буквально с полутора лет до четырех лет. Когда сестра моя обустраивала свою семейную жизнь, выходила замуж и искала, где жить со своим мужем. В это время я воспитал и научил читать, писать свою племянницу. И, вернувшись к родителям, про нее сказали, что она сама сейчас кого хочешь обучит. Мне нравится, приятно. Самое главное, что он любит детей. И для него это очень важно. Скажите, а развелись с супругой, потому что она не могла выдержать такое количество талантов в вас одном? И ее зависть заела, что ли? В супружеской жизни мы достаточно редко общались. Так получилось, что у нас было мало интересов. И разговор поддержать как-то не получалось. А у мужчины только один интерес к женщине первые лет 15. Этот интерес был... Горизонтальный, она мне сказал. В плане секса полностью у нас присутствовал. Мы этим занимались часто и регулярно. Я за вас рада. Поскольку предохранялись, детей у нас... Дети у нас не получили. Нет, вы слушайте, ну она же не фрезерный станок и не швейная машинка. Жена-то ей же и ласка нужна, и... Ну как бы войти в ее положение. Вы инициативу должны были сами, так сказать, скажи слово. Инициативу что он должен? Что он должен? Не предъявлять же, а... Требовать? Настаивать? Да. Да. Розалия. Что-то мне прям так раздражаешься. Невозможно. Хорошо, ну если ваша жена ходит такая вся угрюмая, вы бы ее по голове погладили и спросили, типа, Зюльфия, что с тобой, милая рыбка моя? Ну как-то к ней вот так... А вы, небось, в это время либо строчите на швейном станке, либо там английский язык как-то ювелирите. Ей-то с женой тоже нужно было бы как-то заняться? Занимался. И сколько лет вы занимались с ней? Мы занимались этим два года. А не детей не назанимали как-то, не... За два года вот так и не решились ребенка родить. А у вас-то все со здоровьем хорошо? Со здоровьем у меня прекрасно. Худенький какой-то. Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я? Уж упашешься так? Может, и она так... У нас вот... Упахивалась, что ей только и сила оставалась. А что это она там делала-то? Прямо на разработку. Бляши на всю родню, человек 40 родников. За работу, за работу. А, ну, видел, с кого замуж выходила? Не за сироту же? Действительно, в роду у нас многочисленные родственники. Гости ходят родственники? Да, конечно, я до сих пор поддерживаю отношения. В жизни всякие же бывают ситуации, да, что нет детей, может быть, что-то им не хватало. А почему, кстати, вам не подошла ни одна из девушек, которая предлагала... Девушки, которые предлагали мне свахи, так оказывалось, что они ничем не интересовались. Я с удовольствием шел на свидание в расчете на то, что девушка придет и начнет общаться. Спрашивал, чем занимаешься, чем увлекаешься. В ответ услышал, хожу на танцы, ничем не увлекаюсь. Ну, это разве танцы, это же хорошо? Это разве не увлечение? Танцы, это скорее занятие, чем увлечение. Хорошо, а увлечения какие бы вас вот обрадовали? Увлечения, например, шитье, любит сад, либо готовит, либо такое... Это же не увлечение, это же хомут, милый. Вот это то, что вы перечислили. Это бабий хомут называется. Это интересно. Да, с удовольствием делаешь. Когда женщине это и нравится, это ей интересно. Это мы притворяемся, это нам не нравится. Это мы просто, чтобы вы нас не поброскали, мы вот этот хомут себе на шею и вперед. Ух, Маратик. А для удовольствия танец, это, знаете, облизывается сиди, смотри. А для удовольствия, для, собственно, вот так вот пойти, покрутить одним местом, это значит, вам уже не нравится. Какой-то вы, Маратик, замысловатый. Я думала, он со мной не будет замысловатым. Да, с тобой не будет? Мне кажется, нет. Нет, мы домовитые, хозяйственные. И вот сразу хотим предупредить, я вам на вашей стороне. Правильно, а то сейчас молодежь, особенно молодые, вон это, которые себя считают молодками, их давай в ресторан каждый день водить, платить еще за них. Но хоть раз в неделю. Нет, у нас три раза в году, 8 марта, молчи, женщина, твой день, 8 марта. Новый год, день рождения еще. Правильно? Правильно. Вот, хватит, что баловать. Ты прям как не татарка, раз. Мы как раз все по-татарски. Только ты вымогаешь подарки у всех. А мне положено, я уже в возрасте. Ты хочешь сплошного развлечения в своей жизни. В другом статусе я. Маратик, в общем, вам нужна такая женщина, чтобы пахала на вас с утра до ночи. А вы будете вот эти свои 50 ваших прекрасных поводов для гордости тешить с утра до ночи. То есть вам по-татарски можно все, бабе ничего. Так я знала. Да. Что положено Юпитеру, не положено быку. Ужас. Ну, это дева. Ну, дед, конечно. Ну, дева. Это дева, здесь уже ничего не сделаешь. Они все педам-то такие. А что ей можно будет еще? Скажите-ка, ну-ка, перечислите. Я сам... Вот она 40 кустов роз посадила, окна помыла, побелила, фасоль перебрала, кофе намолола. Что еще потом? Вот она уже мертвая, к стенке доползла до кровати, повернулась и молчит. Крестиком вышивать. Во время слои хорошо бы, да? А когда занимаешься, на потолок смотри, потому что белить его надо. Ужас. А вы такой прекрасный, вот с бабочкой, в синем костюмчике. Под глазки. Может, вам не жениться, Марат? Сейчас девчонки-то, они совсем другие. Хотят как раз тех самых ресторанов, внимания, любви, подарков. На кой вы пожилой мужчина, без детей, 48 лет? Вот и детей надо? С родственниками приглашаю в рестораны. На что мне девушки говорят, мы витаем в облаках, нам хочется легкости и воздушности. То есть, сам ходи в ресторан. Пожирать им охота на драмовщину, вот чего. Да не хотят они. Ты чего у тебя со слухом рос в последнее время? Я, говорит, их с удовольствием, говорит, вожу в ресторан, а они не хотят вожать. Это ты глухая, он про что говорит? Ты сама ни черта не понимаешь. Их один раз везь ведешь в ресторан, а они про какие-то там эти ничего не делают. Правильно? Хорошо. Отвел в ресторан, пригласил, угостил. Я, говорит, сейчас покурю, дальше пить пойду. О! А вам такая не нужна? Зачем мне такая легкость от водолейки? Вам, да, а у вас водолейся. А по счету, да сколько она там этой легкости-то наела? Тысяч по 1 на 2, понимаешь? А вот так вот штук 10 придет, и что 20 ушла. Я думаю, если перед ним будет яркая женщина, которая будет скакать постоянно, он просто с ней не справится. Ему надо обычную, простую, спокойную. Невозможно. Вам же еще не нужны женщины с детьми от пьющих мужей? Почему? Когда опубликовал заявление о том, что хочу познакомиться с девушкой, откликнулась сразу женщина, которая сообщила, что хочет познакомиться со мной. У нее муж начал пить, я от него родила ребенка. Когда он начал меня бить, я родила второго ребенка. Возьмешь меня к тебе? Третьего ребенка, чтобы родить. Марат, откуда предвзятое отношение к водолеям? Вот только из-за этой свободы. Из-за розы, думаю. Роза же тоже водолей, но она вас защищает. А вам не речь не идет? В данном случае, может быть, единичный случай. Скажите, вы диетолог? Да. Ну, судя по вам, да. Вообще ничего не едите? Ем. Мы с удовольствием готовим. О, замечательно. Когда мужчины любят готовить, это очень приветствуется. Ты согласна, да? Да, конечно, полностью я поддерживаю. А если жена будет такая телесная? Тут возможны варианты. Какие? Высушите ее? Такую не поднять, не поносить на руках. То есть вам нужна анорексичка? Мне... У меня желание познакомиться с девушкой примерно с такой же комплекцией, вот с средней комплекцией. А знаете, какой самый сильный шум? Когда два скелета занимаются любовью на железной крыше. Нельзя. Вам нужна женщина с сокровищем. Маратин, подождите. А ты что-то куда-то не туда гребешь вообще. Что-то не по-нашему. У нас у татар худосочных-то никогда не бывает. Мы же степняки. У нас мы впрок наедаем, понимаешь? Мы маленькие впрок наедаем. А ты какую-то про анорексичку. А почему мамы нет? А он татарку не хочет. Как не хочет? А что мама говорит? У нас, кстати, видео, по-моему, есть, да? Есть. Вот, давайте услышим маму. Что-то мне уже не нравится, какой степь пошел. Мы сейчас с мамой готовимся к поездке на программу «Давай погонимся». Это моя мама, которая родила двух детей. Мою сестру младшенькую и меня. Сами мы, коренные жители Перми, родились здесь, живем давно уже здесь. С удовольствием хотели бы познакомиться с девушкой для создания семьи и серьезных отношений. Мамочек приятно. Ой, мамочка, это так хорошая. Моя мама. У нас есть фирменная ликвия семейная. Это наши уникальные часы с боем, с кукушкой, которые нам достались по наследству от отца, от деда. У нас много ликвий. Отец был у нас плотником профессиональным, по краснодельщикам. У него руки золотые, эти руки мне передались. Понятно, что отец был плотник, вон такого, настругал. Маратика. Хороший вы, Марат, только вот я не понимаю, хотите детей еще? Да, конечно, хочу. Ты бы вот с Маратом хотел бы совместных детей? Ну, пока рано еще об этом говорить. На первый взгляд, возможно. Значит, я вам желаю, Марат, вот глядя на вас, вы такой чистенький, да на холостяка не похожи, волосинка к волосиночке, весь такой прибранный. Женщину, для которой будет очень важен вот как раз такой порядок в семье, чтобы все было по полочкам, чтобы она была аккуратистка обязательно, чтобы нашла общий язык с вашей мамой, чтобы ей ничего не нужно было объяснять. Но в то же время, чтобы она была строгая, и когда вы будете переходить уже к границе, и когда вы занудите ей, чтобы она так же строгая, как я вам сказала, Марат, хватит, все, все, возьми с себя в руки, хватит, не нуди. Потому что занудить вы можете, мне кажется, многих. Смотри, про тебя очень много похожих. Совпадений, да? Совпадений, да? Есть, да? Да, 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 вот прям явно что-то. Ты тоже заметила, да? Конечно, конечно. Вот первая, кто согласится на нас, ту берем, а дальше мы обстругаем по-нашему. Вам нужна женщина-огонь, вот как бы сказать, чтобы это был человек традиций, но веселый, яркий, интересный, может быть, гораздо более веселый, чем вы сами, правильно? Чтобы не было скучно, чтобы вот жизнь не застаивалась, вот это вот вам необходимо. Люда, а вы родственница? Я двоюродная сестра. А вот вы считаете, в чем проблема, Марата? Я считаю, как бы, я его помню из детства, папа у него воспитывал детей, мама не вмешивалась. Кашки, пеленочки, шахматный кружок, школа с отличием, институт с отличием. Мне кажется, что наоборот, как бы, женщина должна быть, вот как бы, на маму похожая. Потому что он другой модели. А мама такая, мама мягкая? Мама на 16 лет моложе, папу, можно сказать, вот как бы, вот в 40 лет уже сообща со всеми родственниками, повезли знакомить с его мамой. Но что-то не получилось, вот так вот раза три. Вот мне кажется, нужна женщина, чтобы вот, наверное, сама женила его на себе. Ну, а я про что говорю? Да, это и женщина огонь, которая сама женит. Вот я припоминаю случай, это было лет 15 назад. Моя подруга нашла девственницу из хорошей татарской семьи, назначили встречу, а он туда даже не пошел. Ну, сейчас пошли такие мужчины, да, которых надо самой на себе женить, к сожалению. Пройдите, познакомьтесь с первой невестой. Марат, здравствуйте. Меня зовут Любовь. Я приехала к вам из Березняков. Мы с вами земляки, но встретились на этой передаче. Я приехала к вам не с пустыми руками. Пожалуйста, это вам. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Любовь. 37 лет. Бухгалтер на заводе. Гордится тем, что не нарушает правил дорожного движения. Мечтает совершить полет на частном самолете. Признается, что не может заснуть без телевизора и не любит рано вставать. Предупреждает, что раз в месяц устраивает с подругами девичник. Любовь вступила в брак ради ребенка, а на развод подала в надежде обрести собственное счастье. Надеется, что Марат – мужчина ее мечты. Здравствуйте. 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 Какое прекрасное имя, Люба. Люба. Мое домашнее имя. Спасибо. Это вы к кому? Это... Это... Хотела бы предоставить для ведущих. Пожалуйста. Боже, а какой наряд. Спасибо огромное. Какой наряд. Дайте я вас рассмотрю. Спасибо вам огромное. Это для настроения. Люба, давайте, чтобы не только я одна влюбовалась вашим нарядом. Вы же вы сами сшили. Да. А вы можете на сцену пройти, покружиться, всем показать? Потому что, смотри, у жениха, аж вот прямо глаза у него заблестели. Как вы ему нравитесь. Нет. На него как раз он напугался даже. Мне кажется, да. Он напугался ее. Они глазки заблестели. Аккуратно поднимайте. Покружитесь. Ой, это вы прям сами, да? Какая прелесть, а? Садитесь к нам. Это как будто вы были до нашей передачи лягушкой, а потом превратились в прекрасную царевну. Да. И вот как у вас вот так вот разорвало вот этот ваш панцирь, так вот он в нескольких местах еще таки остались. Не о шмютке, а фрагменты кожи. Красавица. Спасибо большое. Уже видно, волнуется, конечно, мебушка. Все волнуются, а ты разве не волнуешься? Да я вообще уже выпала в осадок. Вот объясните мне, как с таким именем, Любочка, Любовь, вы умудрились выйти замуж без любви? Мы познакомились с мужем, когда мне было 28 лет, 26 лет. Ему было 22 года, он у меня на 4 года моложе. Но он красиво... Сам эффект знакомства был очень красивый. То есть он ко мне подошел, пригласил на танец, проявил желание проводить меня до дому. Вот, мне это очень понравилось. Ну, в общем-то, я в него влюбилась. Влюбились, забеременели, он сделал вам предложение. Он сделал мне предложение, мы прожили с ним где-то год. Нет, вы сначала сомневались рожать, не рожать, потому что знали, что с ними не будете жить вместе. Да? Очень сомневалась. Хотели сделать аборт, но врач сказал, обалдела совсем в таком возрасте. Нельзя обалдела, да. И слава богу, сколько детей? 8 лет. Сын. Я приехала сегодня с ним. Мой мальчик. Он бы хотел... Нет, да. Не отпустили. Да ладно, почему мы тут сидим с 8 летом? Подарите. Нет, он выходит. Вот. Боже мой, красавец какой. Так, и тоже с бабочкой, прям как дядя Марат. Да. Спасибо, дорогая. Спасибо. Иди, ручку тебе пожму, иди. Вот эти мои сосисечки прям такие. А это что, у тебя аллергия, котенок? Мои малышки. Я съел, наверное. Ничего, пройдет. Знаете, на что аллергия? Просто традиция. Мы сначала думали, что это аллергия, а на самом деле, когда выяснили после диагностики у врачей, то у него на нервной почве так. То есть из-за такой обстановки семьи... И бледненький очень. Да, у нас вот... Скажите, и сколько вы прожили со своей... Мы прожили 4... 3 года вместе. Ну, 4, получается. А оказался не тот, да? Волк в овечьей шкуре. Да. И руку стал поднимать и пить. Очень ревновал. Мне кажется, она ему не понравилась. Он уже бедный, прям напрягся. Люба, скажите, вот вы послушали Марата, старше вас на 11 лет. Не староват? Нет, не староват. Не пьет, не курит, занимается здоровьем. Для него это очень важно. Для меня тоже это очень важно. Мне важно, чтобы вы в хорошей форме. Любочка, Аня. Это очень... А у меня есть... Татарка? Наполовину. У меня папа татарин, а мама русская. Слушай, а я Маратик не спросила, а что у нас это из приданного? Да, что-то как-то язык куда-то это у тебя. Да, что-то мы сейчас вот это... Куда невесту приведем? Квартиры что у нас есть? У меня две квартиры, соответственно, я постоянно разрываюсь. То в одной живу, то в другой. А мама у нас в отдельной или в одной из двух? В одной из двух. А-а. Да сможет ли он деть ответственность за ребеночка? Ну да. И как ребенок к нему один. Да тем более мальчик уже такой подрастающий. Ну, в принципе, мальчик уже, да, достаточно большой. У вас есть три бонуса, свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Семейная традиция. Ну, семейная традиция у нас такая. Было заведено еще в детстве у моих родителей, в нашей семье, что когда у нас глава семьи и папа собирается на работу, мы все вместе выходим, все наше семейство, даже и кошка выходит, и мы все провожаем его на работу. То есть даем напутствие, говорим, папочка, иди спокойно на работку, мы тебя все ждем, любим. Вот это у нас такая традиция. Семейная традиция. То есть мы правильно, мы вас понимаем, что когда Маратик хлебеет, не играйте с хлебом. А почему он не ест? Потому что вы их отравили заранее, а сыну сказали, что вы предлагаете. Не бери ни в коем случае. Я не понимаю, почему. Скусняется просто. Да, я скусняется. Скусняется, мой зайчик. Ну, тогда иди к бабуле, а мама покажет сюрприз. И по нашим традициям нельзя, чтобы были перевернуты. Да и по нашим тоже. С хлебом играть, с кувырком. Мне костюм, правда, очень интересный. И у него, и у нее. Но мне кажется, это стильные, оба стильные, они подходят по стилю. АПЛОДИСМЕНТЫ Иди подержи, Маратик. Не сидишь там. Маратик, давай. Можно показаться по-нашему. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Очаровательная, очаровательная. Проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Вам очень подходит, Люба, этот наряд. И спутевали замечательно. Спасибо вам. Счастья и удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Марат, пообещайте, что вы больше себя морить голодом не будете. Ну, прямо-то уже не надо, хватит. Ну, ее диету, это надо наоборот уже как-то, еночка, да? Мясца банана, да. Ну, да. Флюда. Он мясо ест очень много. Я уже и так перед передачей сказала, давай-ка пивных дрожжей поешь. От них поправляются. Листов нет, никогда не было. Ну, вот он очень, конечно, такой, ну, мягкий, да. Видно, что он нежный, конечно, не обидит, это точно. Но мне придется взять все в свои руки. Это действительно так, да. Люба прекрасная, работящая, да? Мама какая замечательная, папа татарин есть, о чем будет. Да, обе сестры, обе дочери у них работящие, достаточно активные. Да. Готовы подстраиваться под вас. Вопрос в том, что вот с ребенка вот три женщины никак не могут понять, как его воспитать. Потому что ребенку нужен специалист. Согласен. С ребенком лежит на поверхности. Это видно по ребенку. Проблема у ребенка на поверхности. Поэтому, что мы сейчас будем это обсуждать? Вот вы и поможете, как более взрослый, опытный. Возьмите, сделайте одно доброе дело, вам уже зачтется там. Потому что свои, поди знаю, будут, не будут. Знаете, до полтинника дожили, своих детей нет, а там поди знаю, правильно? А что же вы будете бабулем так? Прекрасная женщина, я считаю. Лариса молодец, она все тонко, все так замечает. Да, вообще, она как психолог прямо. Как психолог. Любочка, к вам обращаюсь. То есть, прямо берете его... А вторых не будем, что ли, смотреть вторую жизнь? Нет, ну, подожди. Ну, как бы я тоже на путь. Ну, чтоб тоже не расслаблялась. Чтоб не расслаблялась, вторых посмотрим. Ну, инициатором все равно ты должна быть. Ну, я буду инициатором, да. Ты должна быть идейку, а он ее вовремя берет. И он ее потом... По крайней мере, я точно... Вот такого человека точно никогда не буду, что он мне скажет. Ты все делаешь неправильно. Да. Ты все делаешь не то, не так и не это. Он просто справится. Даже если я буду в чем-то неправа, по крайней мере, он со злостью не будет это делать. У вас прекрасная физическая совместимость. Но единственное но, это у вас луны противостоят. То есть, они могут давать вот периодические эмоциональные вспышки. Послушайте, хватит уже сдавать экзамен на отлично. Заживите нормальные жизни мужчины и женщины. Ну, хватит уже. Знакомьтесь со второй невестой. Проходите. Проходите, Марат. Здравствуй, Марат. Очень рада нашему знакомству. Меня зовут Елена. Прошу обратить внимание. Мы сегодня одеты с тобой в одной цветовой гамме. Я уверена, это не случайность. Кстати, тебе очень идет этот цвет. Очень рада познакомиться. Спасибо, приятно познакомиться. Проходите. Елена, 37 лет. Научный сотрудник в государственной библиотеке. Гордится двумя высшими образованиями и тем, что сумела получить права. Предупреждает, что часто посещает концерты Елены Ваенге и Стаса Михайлова. Признается, что не доверяет врачам. Спустя 10 лет отношений, Елена не смогла смириться с тем, что возлюбленный принадлежит ей лишь наполовину. Надеется, что Марат отдастся ей весь, без остатка. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вам. Слушайте, значит, вы богатая женщина, расходите на концерты Михайлова и Ваенге? Нет, но я не настолько богатая. Просто это повезло. У них чаще всего концерты в Фривовском дворце. А у меня у подружки, которая с нами работала, раньше сотрудница, там муж администратор. Поэтому я не заполню стоимость. А то ведь никаких денег не хватит. Я почему-то не слушаю Ваенгу, я не слушаю Стасу. У Стаса Михайлова я слушала только пару песен. Какая любимая песня Леночки Ваенге? «Принцесса». Ну где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную. Но мне теперь просто так интересно, как она его и где целует. Она не женщина, она зараза. И мне теперь другого не надо. Все, поняла. Ваш возлюбленный вам изменил. Нет, он изменил не мне, а скорее со мной. Вот так получилось. Вы были любовницей в течение 10 лет у женатого мужчины. Ну мужчина, в принципе, я абсолютно ничего не хочу сказать. Приво плохого, реально снесло крышу. Мне было 23 года. А ему 46. Да, да. Он был старше. И мы познакомились здесь, в нашем поселке. Он там работал. И он, кстати, вот Тамара подтвердил. Поцеловал вас один раз, и все, и вы пропали. Да, и снесло крышу. Но он мне сразу просто, примерно, взгляде понравился. Он висы в гороскопу. А висы, я знаю, умеют сразу очаровать, обаятельными быть. Вот. И я сразу как-то к нему потянулась. И чувство, вот реально, просто было бы... Винус, 10 лет он вам морочил голову. Да. И не родили никого от него. Ну, мы хотели, реально, по крайней мере, он и обещал, и про ней планировал. Да-да-да, все будет, все будет. А, обещаниями кормил, да? Кормил. Они сегодня-завтра разведутся. Да. Ну, разводик 50 на 50, как получится. В одно время прям очень было серьезно. Мне кажется, что вот это тоже интересный девушек для меня. Ну, вы работник библиотеки, научный, как же вас угораздило с женатым? Вы же на книжке читали, что это безнравственно, некрасиво. Ну, если бы мне бы то это сказали, что у меня будет такая ситуация, я бы, естественно, первая бы посмеялась и не поверила. Но, реально, ну, чувство, ну, просто я так к нему привязалась. Тем более, там в книжках же написано, что женатые они обещают, но не разводятся никогда. Ну, слушай, это его вариант, вот его. Он бы сейчас сидел, она бы около него бегала бы, прыгала, вот это его вариант. Вы москвичка? Да. Живете с мамой? Отдельно. Вот уже хорошо. А поедете в Пермь? Ой, трудно сказать. А в Москву к себе возьмете? Ну, наверное, туда Пермь. А вы бы хотели, вы бы смогли переехать? Да, так проблем, думаю, не возьмите. Переехать смог бы. А квартирка все-таки одна комната, двух комнатная? Двух. Двух комнатная. Слушайте, а такие вот проходимцы не митили на вашу прописку? Вот, кстати, ты сама удивляешься, пока Бухмелову. Пока нет. Спокойный такой, видишь, он. Ни одного лишнего у него, жени даже нет. Так, он так, спокойно. Как отдыхаете, как проводите время? Время, я очень люблю дачный отдых у нас всегда. У вас еще и дача есть? Да. А ты сейчас знаете, сколько охотников. То есть посадить цветочки, это вот вы там испахать. Да, и дрова рубила, и картошку копала, и все городы работы, и бабушке помогала все делать. Значит, в Пермь не езжайте. У вас при Паше там 200 родственников. Он ровный, он ровный, поэтому я думаю, такой тебе как раз и нужен. У вас осталось два бонуса, скелет в шкафу и свидание. Свидание? Свидание, бегом на свидание. Если будет приставать, кричите громко. Проходите. Будет он приставать. Не дожмешься. Хотела бы узнавать, вы как дальнейшие представляете, что для вас приоритет в семейной жизни, какие будут ценности? Семейные традиции, прежде всего, что были. Да, замечательно. У нас есть семейная традиция, на Новый год пельмени готовить. Ой, обожаю. Здорово. У вас помимо сада, огорода, я так понимаю, автомобиль есть или... Нет, автомобиля пока нет. Это просто, на права я отучилась, вот, в прошлом году как раз, да. Ну, в будущем, ну, возможно, конечно, планы их есть. Пока нету, но, естественно, планируется. Понятно. То есть есть огромное желание ездить на своей машине? Да, желание и честь. У меня скоттеры, я люблю на скоттере вот кататься, всегда так покатаюсь. Наташа, а мама чего говорит-то? Почему Ленка никак замуж не выйдет? Ну, мама говорит то, что Лене изначально не надо было вестись на все вот это вот. И как бы изначально складывать свои отношения с женатым мужчиной. Нет, хорошо, что у нее хотя бы был этот опыт. Кстати, прическа мне очень понравилась. Спасибо, очень приятно. Она вам идет. Спасибо. Очень замечательная. Спасибо, очень приятно. Очень красивые сережки. Красиво одеваешься. И цвета, разумеется, приятные. Ну, да. А она вот инициативу проявит? Да. То есть сказать, что Лена вперед и вперед. Проявит, однозначно проявит. По поводу физических данных у них, да. Я так думаю, они придут завтра, поэтому... Люба. Люда. Да-да, такие они оба немножечко... Они внешне даже как-то сразу бросаются в глаза, что подходят друг к другу. А Марат может в банке в Москве устроиться на зарплату. Минум 150 тысяч. Да. Прям вот, Леночка, такой типичный научный сотрудник. Вот прямо вот такой типичный. А какой-нибудь сюрприз приготовили? Да. Да. Ну, поскольку я всегда люблю литературу, я приготовила стих. Молодец какая. Со сцены будете читать или сейчас? Я думаю, ее отсюда. Давайте. Стих Вероники Тошновой. О-о-о. Я обожаю эту поэтессу, да. Женская очень. Одинок. На Маратику смотри. Напрочь путь ко мне отрезая, чтоб не думать и не мечтать. Ты еще пожалеешь, я знаю, будешь локти себе кусать. Чтоб не видишь, но ты увидишь. Взглянишь, взгляда не отведешь. И в метельную полночь выйдешь, но от памяти не уйдешь. Обхватить бы ее руками, унести бы ее за моря. Отчего же она такая, отчего она не моя. Снег летит до землей остылой. Снег разлашистый и сухой. Но ведь было бы счастье, было. Оказался кузнец плохой. Спасибо, милая. Спасибо. Наташенька, забирайте свою подружку, она прелестная. Проходите в свою комнату. Спасибо, девочки. Я ее прямо очень смотрел, таким ярким взглядом. Ярким, говорю, ярким взглядом. Потому что она рассказала стихотворение, а это его. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Елена очень похожа на Эдит Пиаф. Ее походка, ее тельце вот эта вот маленькая, посадка головы. Вот она абсолютный такой воробушек. Ее такая взнервленность вся. Ее психофизически она просто абсолютный один в один Эдит Пиаф. Фигурка. Да? Да. Просто вот, ну надо же, я в шоке, что я тебе говорила, ты права была. И потом это умный человек. Да? Научный сотрудник библиотеки, начитанная. У нее очень интересная внутренняя структура. Я думаю, что вы ее понимаете хорошо, правда? Потому что Луна у нее в Деве, она тоже замечает мелочи очень сильно. Она такой, ну знаете, человек чистописания, пожалуй. Правильно? Да. А вам понравилось? Ну, мне вот эта девушка больше понравилась. Я сама живу в Москве. Это даже для Марата как бы ступень будет повыше. Олег, а вам как? Мне понравилась Елена, да. Потому что Марат, несмотря на то, что ему приписали тут такие все свойства, что вот он какой-то настроен на домострой и так далее. Вообще говоря, Марат, надо сказать, что душа-то у нее тонкая. А никто не говорит, причем здесь домострой и душа тонкая. Марат уже истосковался по женскому теплу. И у Лены такая же ситуация. Да. И Лариса была очень доброжелательна вообще. Я прям офигела, она так ласково прям на меня смотрела, я в шоке. Ну, не весь комплект мне в ней нравится. Я как-то не очень представляю ее в нашей большой татарской семье. Ну, как бы так, мы сами шумные и так далее. Но то, что она будет согласна на три раза в году получать подарки, я думаю, что даже не заметят эти подарки. Вот это самое нормальное. Нет, это неправда. А мне не хотелось, мне кажется, она очень тонко организована внутренне, чтобы вы только не сломали вашу большая татарская семья вот этой своей какой-то прямотой. Упашите бабу? А она, вот с Леночкой вряд ли, это не упашешь. Она просто забудет, что ей нужно, что и какое задание ей дашь. Я вот тут смотрела, думаю, что у меня сколероз начался. Вот ничего же не подарила нам, да? Нет? Нет. Ой. Нет. А ты ждала? А что? Неужели отношение к человеку у тебя только от подарка зависит? Да, внимание, а ты как думала, конечно. Она сама подарок. У нее Венера, Оливия, между прочим, и Меркурий. А, ну если так. Ну и что расскажет. И я как раз говорю, вот что касается физической совместимости, совпадение будет идеальное. Кто бы сомневался, это Марочка. Проходите, знакомьтесь с третьей невестой. Добрый день, Марат. Меня зовут Марина. Сегодня особый день в моей жизни. Надеюсь, мы навсегда запомним день нашей первой встречи. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Марина, 39 лет. Менеджер по привлечению клиентов в банки. Мечтает завести немецкую овчарку. Гордится тем, что самостоятельно купила квартиру в Москве. Предупреждает, что ее возлюбленный должен с уважением относиться к ее семье. На протяжении 10 лет, каждые выходные, избранник Марины преодолевал 3000 километров, чтобы увидеть ее. И одно из таких путешествий стоило ему жизнь. Надеется, что Марат всегда будет рядом с ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина, а что случилось с вашим возлюбленным во время путешествия к вам? Он летел по дороге в аэропорт, произошла авария и он погиб. К сожалению. Да, это было за 5 дней до моего дня рождения. В Италии? Да, 5 лет назад. А вы москвичка? Да. Из Подмосковья. А для тебя еще он смотрел либо на невесту, то он на эту-то не очень. А вот на... Ну я тоже на него смотрела. А ну тут же на него смотрела, да. Ну тут он смотрел. Ну он прям вообще вот так вот. Да. А как оно видно, прям даже было? Да. Он ее и видит. Да, да, да. Все понятно. Мы познакомились в кафе. Это было очень романтичное, милое место. Мы сидели. При ней я сидела, он подошел ко мне. Сначала первый раз, мы просто попили кофе. Встреча повторилась на второй день, причем было чисто случайно. На третий день мы уже обменялись телефонами. И дальнейшую неделю он показывал мне просто город. Мы проводили вместе. То есть с родителями познакомил, да? С родителями мы уже познакомились в дальнейшем, когда уже я потом приехала в Италию. О, ты уж симпатичная девушка. Да, очень даже симпатичная девушка. О, с каким-то амуретом. Вы смотрите, у вас отношения длились 10 лет. Да. 10. Вы за это время не вышли замуж и не родили никого. Да. Но все-таки, мне кажется, вторая невеста больше... Ему вторая невеста подпределяет. Ну прямо по энергетике даже, мне кажется, да? Как узнали, что он разбился по дороге к вам? Мне позвонили друзья. Я аж была дома, я ждала его. Сичи. Потом ездили на похороны вы? Нет. Почему? Я не смогла. А как? Вы были невестой его? Я не смогла. Поддержать семью? Я не смогла. Он разбился по дороге к вам. А что значит вы не смогли? Ну я не смогла поехать. Это были... То есть вы считаете, что вы были бы нежеланной на это? Нет. Там просто случилась другая ситуация. Это уже... Какая ситуация? Что может остановиться? Я разговариваю раз. Вот. Там была просто такая ситуация, что я сама попала в больницу. Почему? Поэтому... А что с вами такое случилось? Я была беременна. Вы были беременны от него? Да. У меня был выкидыш. О боже, какая... А вот я хотела понять. У вас квартира в Москве, да? Да. Ну в Москве. Вы ее гордитесь, что вы ее этот... А вы ее в кредит взяли? Нет. Я купила ее не в кредит. У нас было в другом городе две квартиры. Соответственно, их продали и купили уже в подмосковье. С родителями живете здесь? Да. То есть ну понятно, что... Ну с родителями, да. С мамой уже и с братом. А-а-а. Ну а что... А в Перм поедете? В Перм? Да. Я думаю, что мы договоримся. Нет, давайте сначала со мной договариваться, а потом с ним будем. Про Перм, Костей. Это самый интересный вопрос. А вы из какого города в Москву переехали? Ульяновск. Никогда она не поехала. Ну и поехала. А я, я прошу, почему... В Москву для этого переехала? Так а я почему спрашиваю про ее, мы договоримся. Фиг ли она там договорилась? Не договориться никогда из Москвы. Ну смотри, и Марат, и Флюда не против того, чтобы Марат переехал в Москву. Какой-то скучноватый все-таки. И сидит-то, по-моему, у какого-то вот активности драйва нету. Я все понимаю. У него драйв был, когда он увидел первую невесту. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать? Да, конечно. Итак, скелет. Скелет, скелет. Что у нас там за скелет, Роза? Что там может быть? Браслет гранатовый. Что это? В свое время, мне было лет, наверное, 10-11, у меня у мамы был золотой браслет. С бриллиантами. И однажды я взяла его на улицу показать подружкам, похвалиться. Типа, что мне подарили родители. И браслет я это потеряла. Так я и не смогла сказать маме, что я взяла его, что я его одела, что я его действительно потеряла. На тот момент у меня отец очень сильно пил. И решили, что это он продал. Я, конечно, сейчас уже сожалею об этом, но папа уже нет. Ну, мама сейчас знает, что это вы. Вот она сейчас узнает. Мам, помнишь твою брошку? Одну единственную ландыши золотые с изумрудами. Короче, когда ты уехала к брату в Оренбург, я пошла к Славе Говорухину озвучивать фильм. Я надела под пальто. Я не знаю, где эта брошка. Извини. Ой, моя дорогая. Сюрприз покажите. Сегодня у нас день правды. Жених-то нам, конечно, понравился удача. Жених-то нам понравился. Вот только ему понравилось, а ему нет. Если спросят меня, где взяла. Я такого мальчишку сладкого. Я отвечу, что угнала. Как чужую машину, девятку я угнала у всех на виду. Так открыто, что обалдели все. Ни за что ты имеешь в виду. Не верну тебя бывшей владелице. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Молодец. Спасибо. Спасибо, Леночка. Забирайте свою подругу, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Плюда. Олег, ваше мнение. Обворожительная женщина, красавица. Я просто боюсь, что, как она сказала, договоримся. Но вот вопрос, смогут ли они договориться, тут, конечно, нет. Плюда. Ну, как-то 50 на 50. Мне он тоже понравился, Лен. Вот сейчас я увидела, я пообщалась, хотя бы эти 2-3 минуты. Она вполне готова сделать шаг в брак. Но человек семьи, плюс ко всему, она действительно ищет идеального партнера по жизни. Она видит воплощение своей жизни в человеке ярком, интересном, сильном, мощном, как полководец. И это должен быть романтик, понимаете? Ну, и главное, конечно... Таких пять человек, чтобы перечислено зеной шаг на весь. Ну, ты не даешь вообще досказать. Вот обязательно нужно тебе и здесь всунуть свое слово. Ну, а как же, мы же общаемся. Я говорю, что, ну, обязательно, чтобы было о чем поговорить. Ну, пообщайтесь пока, к кому вы пойдете или пообщаемся. Я что-то не знаю. Он как в фирме квартиру-то продаст и сюда приедет. Вот он здесь даже не купит коммунальную комнату. Квартиру разменивать она не будет точно? Она не будет, там где-то жить надо будет. И я сам буду против размена ее квартиры. Тут один вариант. Либо она едет ко мне и ему где-то встречается. Это она не поедет, забудь про это. Дитя, честно говоря, вот сейчас я посмотрю. Вот средняя. И сель, да. Она, конечно, самая неказистая. Ну, вот вторая, вот вообще крепкая. Но вернят, ты получишь московскую прописку точнее. Да нет. Что так делать, думаешь? Ульяновская, московская? Нет, вторая, вторая. Я говорю про Лену. Я говорю, что она самая, вроде, как бы такая, не самая яркая, скажем так. Да. Но она самая яркая. Она будет верная, крепкая. И, по крайней мере, ты и работу найдешь, и все. И квартира тут в Москве уже есть, и все. И ничего менять не надо, и не продавать. И потихонечку свою продаст, и тихонько-тихонечко, и еще квартиру купите. Я лично, как бы, вот за Лену, да. Тут как бы реально надо смотреть на вещи. Да. Мне кажется, что ты больше родственникам понравилась, а не очень хорошего тебе мнения. Ну, спасибо. Смотрите, куда сердце поведет. Такой тяжелый случай сегодня. Рос. Я за Леночку. Почему? Потому что и в трудные времена выживают гуртом, семья помогает. И семью создают для семьи, прежде всего. Это ты, вон, до 50 лет гулял, выбирал. Это, пожалуйста, твое дело было. Сейчас будь любезен с оглядкой на нас, на родственников. Понятно? Чтобы невесты принимала и так далее. А последний путь провожать. А внуки, а это. Лена. Лена. Никакие не Марины. Любочку, раз поняла, тоже ответственность не хочешь. Только Лена. Леночка, если вдруг не выйдет, значит, выожидай немножечко, а потом его зажабрай, я помогу. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы тоже. Ишь, Марат и Геклини. Любовь очень хороший вариант, но я думаю, что вы ее не поняли. Елена очень хороший вариант тоже, потому что это действительно как перспектива отношений, которая будет развиваться все дальше и крепче. Марина, она естественно, она эффектная, она вам понравилась. Это человек, наверное, тот цвет, которому не хватает вашей души, чтобы меняться и расти. Вот. Вот в этом плане выбирайте из трех. Ну, в любом случае, мы вас поддержим, поэтому проходите туда, куда решили. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, про какие чувства вы сейчас говорите после сороковника, а? Ну, какие чувства? Самые, что ни на есть. Да ты что, Родина. Отношения все равно какие-то долгие. Что человек умирает после сорока. Ты вышел замуж за своего дурака-то, Юрку. Да какие у меня чушьки не было никаких. А что у тебя было? Ну, какая-то голодная была. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приглашаю всех выйти и поддержать Марата. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень рада. Взаимно. У нас есть пара Марат и Марина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, оженимся. Удачи. Рады за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ